Девушки отдыхают Так сложилось, что зал нашего ресторана на сегодняшний день становится вашим первым своеобразным семейным домом И как это было принято на Руси, вас встречают ваши самые близкие Это родители, уважаемые родители, пожалуйста Хлеб, да соль вам молодожены Молодожены, а я сказала молодожены КДЕ, букетик можно свидетельнице передать? Пусть работа начинает Как вы думаете, что нужно сделать с этим караваем? Разорвать новичайся Сразу понятно, кто больше проголодался Отломить по хорошему кусочку можем двумя ручками Берем, ломаем Отломали Большой кадрюр Большой кадрюр Большой кадрюр Большой кадрюр Большой кадрюр Отломали Ну я думаю, что ребята завтра в сутра сами разберутся Ребят, но сейчас у вас есть редкая, да что там последняя возможность насолить друг другу Но это вы должны сделать так, чтобы высолить всю жизненную соль, которая бы вас копила за весь ваш жизненный путь Берем щепотки соли соломки И на кусочек своей второй половинки Гадри, я так интеллигентно полсоломочки Сами стали насолить последний раз Ваши берет и думает Ох люди трое целые Ну листочек снимите Сольные стряхиваем Насолили? А вот теперь поменяйтесь кусочком Ребята, не запомните, что с этого дня насолив друг другу вы в первую очередь насолили сами себе Но дабы вам не нести всю жизненную соль только вдвоем, дабы у вас были близкие, друзья и помощники, под аплодисменты всех гостей, ваша задача этими кусочками накормить ваших свидетелей. Весь кусочек не надо, свидетеля застовывают. Непонятно, что там свидетельница ела. Хлеб солью или с хлебом. Остатки хлебушка можно на поднос. А ручки, ручки не будет. Вытирай. Ну, кто глава семьи мы определили, сейчас мы узнаем, кто будет генеральным добытчиком. Папа, передайте шампанское. Все очень просто. Кто первый выпьет шампанское, тот и будет генеральным добытчиком. Но хотел бы обратиться к самой очаровательной невесте. Говоря, так сложилось, что в нашей семье добытчики это обычные мужчины. Согласна? Я думаю, в вашей семье не исключение. Поэтому твоя задача будет слегка пригубить шампанское и оставить прерогативу быть добытчиком твоей второй половинки. Паш, тебе придется выпить до дна. Не вопрос. Гость, подожди. Гость, а кто будет валить за самую очаровательную невесту Санкт-Петербурга? Я запомнил, кто хочет, чтобы она добычкой в семье стала. Падри, а ты до свадьбы замечал, что он у тебя с такой скоростью шампанское кушает? Это называется семейная жизнь начала. Но все, что на свадьбе не доделывает невеста, за нее обязана доделать ее свидетельница. Пока, я смотрю, она тоже выпить любит. А почему свидетельница в тишине пьет? Может, свидетелю, чтобы он помог немножко? Ну, брат. Сразу летать на школу с женихом. Ребят, ну а сейчас ваша задача разбить эти бокальчики. Гости, не пугайтесь, бить будем и здесь. Ребят, два, три. Ну все. Это бурные аплодисменты молодой паре. А сейчас мамы поднимут каравей вверх и создадут своеобразную свадебную арочку. Мамы, подождите, поднимайте, устанут руки, я еще полчаса буду объяснить. И все гости вслед за молодыми и свидетелями пройдут под воротами свадьбы. Существует свадебное поверье, что, находясь непосредственно под самим караваем, можно загадать желание. И оно обязательно сбудется. Если это будет маленькое, то сегодня. Если чуть побольше, то на этой неделе. Но если это будет действительно большое желание, месяца через девять оно обязательно сбудется. Гости, выстраиваемся в ручеек за молодыми и свидетелями. Папа, под караваем вы пройдете последним. Смените маму, и мама также пройдет, загадает желание. Ну что, гости, желание загадали? Да! Один человек желание загадал. Желание загадали? Да! Молодые, сами желание загадали? Да! Мамы, вот под нос каравая вы поднимете высоту вверх для всех гостей. А для первой пары вот на такой уровень. Пусть поконят со своим родителем. Да, да, да. И под аглубисменты первая пара проходит под караваем. Пусть поконят со своим родителем.